Здравствуйте, ребята! Меня зовут Макарь Любовь Михайловна. Я являюсь учителем информатики Теоретического лицея Олимп, муниципия Кишинел. Мы продолжаем дальше изучать компьютерную графику. И тема нашего урока – векторные изображения в создании и редактировании. Ключевые слова – векторная графика, области применения векторной графики, графические примитивы и форматы файлов векторной графики. Векторная графика – это способ представления изображения с помощью совокупности кривых, положение которых на рисунке описывается посредством математических формул. Векторное изображение хранится как набор координат, векторов и других чисел, характеризующих набор примитивов. Области использования векторной графики. Векторная графика используется в флеш-анимации, в системах компьютерного черчения и создании рисунков различного назначения. Я хочу вам предложить векторный графический редактор, который встроенный в Microsoft Word. Мы можем создавать графические объекты, которые состоят из графических примитивов. Как раз эти фигуры и являются графическими примитивами. Они разделены под области. Линии, прямоугольники, основные фигуры, фигурные стрелки и так далее. Графические примитивы – это отдельные фигуры, которые мы совмещаем и получаем готовый рисунок. Векторное изображение формируется из базовых графических объектов – примитивов. Для каждого из которых создаются координаты опорных точек формулы рисования объектов, а также цвет, толщина и стиль линии контура. Представьте себе, сколько характеристик можно получить для одного лишь треугольника, зная, что треугольник имеет три вершины. Для каждой вершины компьютер резервирует координаты. Значит, три вершины – шесть координат. Мы не забываем, что сторона треугольника является линией, а линия может иметь цвет, толщину и стиль. Форматы векторных графических файлов – WMF. Формат используется для хранения коллекций графических изображений Microsoft Clip Gallery. ODG – собственный формат программы OpenOffice Draw. CDR – собственный формат программы CorelDraw. SVG – собственный формат программы Inkscape. И FLA – для флеш-анимации. Достоинства векторной графики. Векторные изображения могут увеличиваться и уменьшаться, то есть масштабироваться без потери качества. Векторные изображения имеют небольшой информационный объем. Далее представляю примеры векторных изображений. С помощью редактора, который встроенный в Microsoft Word, вы можете создать это изображение. Вот еще один пример векторного изображения. Мы сегодня на уроке научились определять области векторной графики, различать форматы векторных файлов, создавать векторные рисунки с помощью графического редактора. Я желаю вам успехов и спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»